В 80-х годах 20-го столетия настоящий убийца из Бруклина зашел на ринг в супертяжелом весе, нокаутируя всех своих соперников один за одним, как замка богомола своих ухажеров. Этот боец обладал уникальным атакующим и агрессивным стилем, невероятной скоростью и мощью ударов, а также работой корпуса, которую никто не мог повторить. Даже монахи Шаолиня смотрели бои Майка Тайсона по своему черно-белому телеку всем монастырем. Привет, черные пантеры! С вами проект Мой Тайси Кея, я Варченко Виталий. Сегодня мы посмотрим на легендарного железного Майка и его первые нокауты. Техника удара, онлайн-курс для домашних тренировок, лучшие приемы, растяжка для бойца, эффективная работа на мешках, лапах и падок, самооборона на улице, избавление от страха уличной драки, физподготовка для бойца, 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео. 11 июля 1985 года Майк Тайсон выходит в ринг против Алдерсона. Майки начинает очень агрессивно, сокращая дистанцию и выбрасывая удары, пытаясь достать до головы гораздо более высокого противника. В общем, все как в радужном детстве на улице, где приходилось драться за свою жизнь кусок хлеба и косяк. В перерыве Тайсон получает указания от тренера больше работать по корпусу во втором раунде, заставляя противника опускать руки, а заодно и проверить, как там пельмехи. Комбинация из двух прямых корпус-голова сажает Алдерсона на канвас и заставляет задуматься о жизни за 1 минуту 20 секунд до окончания раунда. А затем первым же ударом после отсчета рефери отправляет туда же с мыслями найти нормальную работу и на этом бой заканчивается. 9 октября 1985 года состоялся бой между Тайсоном и Лонгом. Как обычно, Железный начал бой агрессивно, работая корпусом и сокращая дистанцию с уклоном. Уже на 37 секунде боя нырок с левым боковым открывает Лонгу двери в параллельную реальность, но ненадолго. Наверное, Лонгу понравилось то, что он увидел по ту сторону бытия, так как он прилег на канвас еще дважды для созерцания параллельной реальности перед тем, как Рефели остановил бой. 13 ноября 1985 года. Буквально через месяц. Железяка выходит в ринг против Ричардсона. Да, в те времена бойцы могли рубиться практически каждый месяц, а не то, что сейчас. Могут два года мусолить бой, который так и не состоится, потому что у одного из бойцов собака туфли погрызла, и не в чем было приехать подписать контракт на бой. Ричардсон был гораздо выше майки, и надеялся удержать его на дистанции своими длиннющими, как у гориллы, джебами. Но его беда была в том, что он держал руки очень низко и пытался уходить назад головой без защиты. Многим, кто уже успел полюбить майка, стало понятно, что бой не продлится долго. Могут два года. 24 января 1986 года. Соперник Джеймсон. Здоровый дядька, который больше похож на богатыря или силача из цирка с огромными руками и немалой силой в них, чем на боксера. Но нашего майка не пугали даже пули в переулках гетто в его ярком и счастливом детстве. А такие верзилы тем более. Тайсон начал бой, как всегда, агрессивно и попал классным апперкотом по корпусу, после чего продолжил его обрабатывать. Джеймсон постоянно клинчевал и не хотел получать эти совсем невкусные плюхи. Но после того, как Райфери в очередной раз сделал ему замечание, он взял дистанцию. И это было зря. Невероятно мощная комбинация из девяти ударов майка отправила Джеймсона в виртуальный тур по прошлой жизни, чтобы он понял, за что его так наказала карма в этой. 13 июня 1986 года бой против Гросса. С первых секунд боя было видно, что Гросс побаивается Тайсона, хоть и надел белые шорты, из-за которых может себя выдать. Гросс выбрасывал одиночный джеб и сразу убегал. Майки никак не мог подобрать свою дистанцию. Но тут Гросс, наверное, подумал, что все не так уж и страшно. И выбросил мега комбинацию из пятнадцати ударов, пару из которых неплохо прилетели в голову Тайсону. Но в ответ получил всего одну оплеуху левым боковым и отправился на канвас размышлять о своем необдуманном и отчаянном поступке. Но он встал и решил продолжать бой. Ровно три секунды. Пока снова удобно не уселся под канатами. После чего рефери решил, что с него хватит этих философских размышлений посреди ринга. 17 августа 1986 года. В ринге серьезный соперник Рибалта. Это был первый соперник Майка, кто дожил до десятого раунда. А это уже дает ему право называть себя монахом Шаолинь. Тайсон со старта боя пытался приземлить свой левый хук в голову Рибалты, как бомбу на Хиросиму. Но тот очень грамотно защищался. Все время держал правую перчатку высоко и останавливал атаки левым джебом. Но усталость приходит ко всем. И Майк начинал попадать все чаще. Пока правый апперкот не сказал Рибалте хэллоу и не посадил на настил ринга. После чего серия ударов заставила рефери прекратить этот бой. 16 октября 1987 года. Бой Тайсона против Бигса. В бою перед Бигсом Майк победил Такера единогласным решением судей. Но это его никак не устраивало. И он хотел в этом бою подтвердить свое реноме железного дровосека, рубящего с ног всех на своем пути. Бигс был очень серьезным соперником. С золотой медалью Олимпийских игр. Вот только беда была в том, что для Тайсона имело значение только настоящее золото и бабки. А медали он не признавал. Обрушив свою ярость на Бигса, Майк довольно быстро достал его своей короночкой. А потом просто доработал еще одной. Так и не дав сопернику показать красивую технику. 27 июля 1988 года. Тайсон против Спинкса. Это было противостояние стилей. Стиль бешеного Бизона в лице Майка против левши игровика в лице Спинкса. Левый апперкот в голову с правым апперкотом в живот заставляют Спинкса рассматривать канвас ринга на качество уборки. Но оно ему не понравилось и он встал, отказываясь ложиться. Но жесточайшая правая рука железяки уже его мнение не спрашивала и просто заставила лечь на спину, вспоминая теплые деньки на пляже, а не вот это все. Если тебе понравился обзорчик, пиши в комменты и ставь лайк. Сделаю продолжение. Подписывайся на канал, жми колокольчик и делись видео с дружбанами. Пускай помнят мощь железных кулаков. А если ты хочешь бить так же, как Тайсон, да еще и ногами, тогда бесплатные видеокурсы в описании под видео для тебя. Настойчивости в тренировках! Техника удара. Онлайн курс для домашних тренировок. Лучшие приемы. Растяжка для бойца. Эффективная работа на мешках, лапах и падах. Самооборона на улице. Избавление от страха уличной драки. Писподготовка для бойца. 50 тренировок в закрытом клубе. Забирай бесплатные видеокурсы по ссылкам в описании под видео.